всем почули добро пожаловать на мой канал парфюмерии сегодня я хотела бы с вами поговорить и познакомиться с новой парочкой аромата амуаж это у нас бракен мужская и женская версия оба аромата вышли в 2016 году и оба аромата это папоротники но честно говоря увидев эти ароматы вообще все муа же конечно нужно тестировать они такие своеобразные не на каждый нос я отправилась на прогулку в лес и непременно нашла конечно же папоротник мне было интересно чем же пахнет папоротник на самом деле папоротник пахнет ничем может быть какие то есть сорта папоротников которые ну прям очень сильно специфический пахнет но растирая листочки папоротника это просто обычная зелень то есть аромат зелени ничего такого сказать что ах то вот это вот папоротник у меня в руках вы как бы не отличите не знаю обычная трава и на самом деле очень интересно как интерпретировали именно папоротник восточная марка и как они его передали флаконы здесь такие же как и в случае саншайн мужской такой прозрачный причем даже если мимолетно посмотреть то вы саншайне отличить от папоротника мужской версии ну и только потом вглядываясь там видно лист папоротника сделано очень красиво а женская версия такой непрозрачный оранжево-розовый или розово-лаксовый ну такой страны у него цвет ну красиво смотрится ароматы считаются недооцененными потому что но как-то их особо не признают как-то не покупают и они попадают на очень большие скидки эти два аромата скажем фигмент женская версия мужская они тоже такие своеобразные я делал обзор на женскую версию и можно их увидеть по приятной цене если кому-то нравится то вам повезло папоротники тоже если сравнивать саншайн или интерлюд то они чуть-чуть дешевле бывают на скидках я считаю что действительно эти два аромата они как бы недооцененные хотя ну видимо в основном люди это не воспринимают эти ароматы как действительно достойные большинство носов не воспринимают это как за что-то такое прям вау-вау ароматы нишевые ароматы натуральные и естественные никакой химозности но это в принципе относится ко всей марки амуаж ну начну я с мужского аромата потому что ну он как-то я бы сказала по понятней попроще что ли аромат даже такой знакомый обновлю его я его носила я и сегодня уже несколько часов его ношу потому что конечно же аромат раскрывается аромат играет и не звучит монотонно на старте идет гвоздика и гвоздика именно пряность и это действительно так я скажу что на старте не только на старте гвоздика на протяжении всего аромата ощущается эта пряность вот тут вот я специально достала пряность гвоздики но здесь она такая звездочки и палочки зернышки вот это больше идет для чая для заварки здесь же в аромате гвоздика действительно пряность даже в пирамиде заявлено что это пряность это такие палочки и на конце такой шарик то что мы добавляем в маринад в компот и именно та гвоздика она как-то больше аромат ней больше ассоциируется у меня именно с гвоздикой здесь конечно тоже пряная гвоздичный такой аромат но все равно немножко отличается на такая восточная пряны аромат свежий свежесть видимо идет за счет лимона бергамота и действительно к базе для меня он становится более свежим он такой вроде как и зеленый но за счет вот специи всяких орехов приправ гвоздики аромат довольно таки терпкий аромат зеленый и когда я нанесла и женскую версию мужскую версию то вот как-то на старте они прям очень были похожи хотя к женской версии я вернусь это совершенно другой аромат а вот мужской он такой вкусный он такой натуральный гвоздика очень отлично чувствуется аромат довольно таки прозрачный но в то же время он насыщен запах очень знакомый запах такой родной запах такой не только из-за гвоздики здесь конечно и лаванда и какие-то цветы и герань и кедр и корица и сандал и кипарис и все вот вот это вот скорее всего здесь взята именно не цветы а именно стебли потому что аромат действительно такой лесной зеленый но очень чувствуется специи когда я тестировала эти ароматы я знала что конечно же тестирую амуаж и папоротник ну как-то я сконцентрировалась на папоротнике кстати в пирамиде здесь вообще папоротник не заявленную честно говоря как-то папоротником ты не пахнет и даже не знаю до сих пор как должен пахнуть папоротник аромат такое какой-то ядреный немножко такой кисленький рассольностью пахнет вот не знаю за счет это гвоздики идет такой вот именно компотный дерзкий терпкий и как-то уже больше к сердцу раскрывается для меня вот эта терпкость она немножко уходит в дымность копченость но это все на уровне замши вот я бы сказала даже немножко кожаный аромат но именно такая замша она такая нежная к базе больше очень ощущается восток вот есть такие палочки которые ставите поджигаете благоухание благовония для комнаты это именно палочки которые не зажженные а когда они лежат в пакетике или в коробочке вот у них вот такое же идет копченый приправный даже какой-то гвоздичный запах я долго вспоминала думаю но очень знакомый запах ну что-то уже я слышала и где-то из честь чем можно ассоциировать кстати отзывы я не читала на этот аромат я не стала читать то что люди слышат я вникала в этот аромат именно концентрировалась на папоротнике и потом думаю но очень похожи на эти палочки тестируя я не концентрировалась на характер этого аромата для меня это как-то папоротник зеленый больше аромат был и просто в один момент я думаю но очень такой восточный но очень такой пряный приправный дымный благовония все эти специи востока думаю но аромат абсолютно восточного склада и потом думаю ну конечно это же амуаж какого же склада он может быть то есть я вообще забыла что как-то надо ориентироваться на восток потому что в основном все равно где-то ладан где-то дымность у амуажей табак он присутствует кто-то слышит почули просто видела в обзорах что пахнет подвалами какой-то плесенью для меня абсолютно не пахнет единственное что немножко есть такой запах пыли что ли вот к пыли я еще вернусь в женской версии там это выражено ярче это единственно такой почулевый характер что ли который может быть я слышу но вот такой вот залежавшийся плесень и как таковой нет мужская версия он более такой терпкий он более такой цитрусовый он более такой свежий аромат особенно к базе очень чувствуется цитрусовый свежечок такой именно кожурки от лимона именно кожурки от бергамота вот такая вот какая-то грипп фрутовой что ли фруктовость присутствует аромат такой поистине мужской такой нежный мужской я бы его смогла носить но выбирая я бы выбрала все-таки женскую версию и мы к ней сейчас подойдем и почему именно мне хочется иметь женскую версию но это достойно парочка ароматов они дополняют друг друга звучат по зеленому по сочному мужской версии как то есть какая-то нота типичного мужского какого-то такого дерзкого может быть за счет лаванды или за счет герани что-то такое маскулинное присутствует я бы сказала что наверное 70 процентов это мужской аромат и 30 процентов это женский вполне себе если женщине нравится может носить ничего такого отталкивающие в этом аромате нет мне это гвоздика нравится я ее слышу на протяжении всего времени но я бы сказала что женская версия мне показалось более стойкая женская версия ну шесть наверное 7 часов так я его хорошо слышала а вот мужскую версию наверное часа четыре пять ну вот так вот прям явно слышится потом он так стихает прилегает близко кожи не скажу что прям супер стойкие на день на два эти парфюмы то есть как бы день вполне вы себе относите этот аромат ну все конечно зависит от погоды от количества пшиков которые вы нанесете ну вот как-то мне бы хотелось бы уже через часа 45 его обновить чтобы он был слышнее но может быть мой нос привыкает женский папоротник и наконец-то здесь есть все таки папоротник в пирамиде и папоротник идет на старте здесь и лесные ягоды но ягод я никак не ощущаю у меня здесь осталось совсем ничего этого аромата аромат стойкий аромат приятный аромат действительно необычный ничего подобного конечно же я не встречала и этот аромат конечно же поймут не все даже с колпачка слышится на старте он такой зеленый я даже сказала что в этом аромате даже как-то много зелени но зелень тут такая сочная напоминает по характеру как будто вы ломаете какой-то жирный стебель или лист а там много-много сока и мякоти ну скажем на примере алоэ вера конечно же это не алоэ вера но если вы ломаете листок алоэ вера то там прям все вытекает оттуда столько жидкости столько воды там вот здесь что-то тоже такое же зеленое но очень сочное очень такое влажное я даже сказала может быть если папоротник это то он после дождя покрыты росой там очень много влаги воды здесь и ромашка и кожа кстати кожа я бы сказала что в мужской версии должна быть здесь кожа я не ощущаю нарцисс и лилия цветов я здесь как таковых тоже не ощущаю но скорее всего это идет именно зелень от цветов именно стебли листья потому что аромат очень такой зеленый вкусный аромат немножко даже сладенький зелень с такой немножко сладостью что ли идет аромат стартует зеленью такой прям даже какой-то необычной зеленью но аромат также стартует такой пылью а именно пыль такая мелкая очень напоминает порошок цемент или вот пахнет побелкой или мелом я вообще люблю запах побелки или цемента или когда идет стройка мне нравится вот это вот и поэтому для меня этот аромат папоротник просто сказка мне нравится такая приглушенная такая сухая аромат восточный и в основном у всех ароматов идет какая-то ладан пряности востока но здесь видимо но я не скажу что это пыль песка не скажу что это пыль пустыни потому что это другая пыль может быть где-то такая взнойное лето на улице пыль который подует ветер и поднимается и вот машина проехала и просто подняла до три метра высоты эту пыль и вы ее вдыхаете многие люди вдыхая этот аромат на старте даже как бы задыхаются это как будто вот просто вам вдули в лицо мелкую пыль и вы начинаете кашлять чихать но вот я бы даже в этом аромате убрала зелень и оставила бы только пыль очень красиво очень вкусно как мел но честно говоря вот я нанесла этот аромат и я пошла гулять разнашивать его и на улице я увидела свалку свалку мебели мебель не такая старая люди переезжали доски и проходя мимо я прям почувствовала вот эту пыль с мебели с чердака но здесь вот не такая плесень почули а вот именно почули дают вот видимо этот пыльный эффект который мне нравится и проходя мимо этой горы мебели старой она просто выкидывалась она была уже сломанная но еще в хорошем состоянии мне показалось я прям почувствовала запах вот этого пыльного матраса но не такого залежавшегося не плесневого а потом я поняла что в принципе это аромат от так пахнет вот эта гора мебели она не пахла никак на следующий день пройдя мимо без аромата я ничего не почувствовала но нося вот этот аромат просто вот этот эффект усилился думаю ой откуда вот это вот хламье это так все пылью пахнет это старье но мне как-то понравилось мне нравится эта пыльность я не задыхаюсь и также на себя этот аромат когда идет ветер и идет шлейф то вот это вот дуновение пыли вы его постоянно ощущаете то есть это всегда сочетание зелени и пыли не каждому понравится этот аромат но вот я бы хотела бы его себе именно женскую версию мужской я устаю от гвоздики хотя она здесь очень красивая и аромат даже сказала бы я интереснее раскрывается и многограннее чем женская версия для меня женская версия немножко звучит монотоний но это пыль сладинку зелени я бы отсюда бы убрала бы за счет вот этой пыли ретрости для кого-то это покажется какой-то аромат бабушкин или такой древних что обязательно нужно тестировать у меня нет ассоциации с каким-то старьем с каким-то плесневым подвалом ну вот пыльный чердак или пыльная мебель это да это про этот аромат всем приятно пахнуть желаю я прекрасного настроения спасибо за внимание до новых встреч пока пока